В ответе за живое, за защитники Казахстана просят власти страны принять закон о гуманном обращении с животными. Соответствующее положение направлено на рассмотрение в администрацию президента республики. Сейчас в республике количество уголовных дел по статье о жестоком обращении ничтожно мало. Кульмира Жензакова подробнее. У Надежды Полебенцевой 32 кошки и одна собака. Сама подбирала животных на улице, потом стали приносить соседи. Когда в квартире питомцам стало тесно, сняла для них трехкомнатный барак и наняла смотрителя. Останчанка покупает им корм, дрова и уголь, чтобы всегда были сыты и в тепле. Она знает всех по именам и помнит историю каждого. Картина такая была, что ребенок вешал животное. Я подавала заявление в полицию. Полиция просто смеялась. А когда я по рукам побила этого ребенка, на меня подали в полицию. Меня штрафовали. По действующему законодательству в Казахстане за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф. 750 долларов. Исправительные работы либо арест до 30 суток. Но на практике это не действует, говорят зоозащитники. У нас жестокое обращение с животными, 316 статья, почему не работает? Потому что для того, чтобы работала эта статья, нужна гибель, увечья и прямо вот в прямом смысле живодерство. А если этого живодерства как бы нет, тогда и ничего не попадает под эту статью. Состава преступления тоже нет. Все дело в формулировке, говорят активисты. Сейчас в законе животные обозначены как неодушевленные. Зоозащитники предлагают дать другое определение. Объект, который испытывает боль. И за ее причинение наказывать виновного. А также ввести штрафы для тех, кто выбрасывает своих питомцев на улицу. И единые нормы при отлове кошек и собак. Практически везде приняты эти законы об ответственном обращении с животными. Плюс они созданы на основе модельного закона, который был принят на межпарламентской ассамблее страны СНГ. И поэтому у нас, так сказать, протаренная дорожка. Я думаю, что мы... Все-таки у нас этот процесс пойдет достаточно легко. Предложение представили в новом законопроекте. Сейчас он находится на рассмотрении в администрации президента. Гульмира Жанзакова, Сахиджан Конышпаев, МИР24.